Несколько десятков домов в Амурском поселке Омска остались без горячей воды. Дело не в сезонном отключении. В городские котельные перестал поступать газ. Главный поставщик «Газпром» Межрегионгаз требует от абонентов рассчитаться с долгами. Без тепла и горячей воды уже скоро могут остаться 90% потребителей миллионного города, включая школы, детские сады и больницы. В конфликте уже разбирается прокуратура. Слово Александру Руяткину. Горячая вода в 24 домах по улицам Краснознаменная, Завертяева, Ядринцево пропала накануне. Люди привыкли к сезонным отключениям, только в этот раз вода из крана бежать не перестала, а просто остыла. Жильцы пожаловались в управляющую компанию, но в разумительных разъяснений там дать не смогли. Горячей воды в некоторых домах нет уже третий день. Зато в четверг в подъездах появились вот такие объявления, где говорится, что котельная, которая обслуживает микрорайон, отключена от подачи топлива «Газпром» межрегионгазом за долги. Тут же указана и сумма задолженности самих собственников – более полумиллиона рублей. Вместе с жильцами идем объясняться к руководителю управляющей компании. У котельной есть долгов в разы больше, чем у жителей нашего микрорайона. Это других источников, это завод, это еще какие-то потребители тепловой энергии и так далее. Весь вопрос в том, что котельная не рассчитывается с регионгазом, задолжала большую сумму, там, я не знаю, порядка, может быть, 40-50 миллионов, значит, и Омск регионгаз прекратил подачу газа. В связи с прекращением горячего водоснабжения городская прокуратура начала проверку. Данные о финансовых операциях запрошены у поставщика топлива, котельной и управляющей компании. Между тем, с такой же проблемой вскоре могут столкнуться и другие омичи. 90% абонентов города обеспечивает омская тепловая компания. Муниципальное предприятие находится на грани банкротства, а долги перед тем же межрегионгазом превышают четверть миллиарда рублей. Поставщик уже заявил, что прекращает подачу газа в котельные города с 5 июня. Это вопросы крайне серьезные. Мы поставили на особый контроль остранении нарушений. То, что касается на сегодняшний день взаимоотношений с межрегионгазом и любых возникающих проблем, с этим тоже разбираемся. Могу сказать одно, что деятельность прокуратуры в данном случае будет направлена на то, чтобы ущемление прав потребителей не произошло. Отключение тепла и горячей воды совпало с плановым завершением отопительного сезона. Если без горячих батарей амичи смогут без проблем продержаться до осени, то без воды вряд ли. Александр Руяткин, Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.